Последнюю неделю в Центре морских исследований и технологий СФГУ вместе с преподавателями и студентами трудятся водолазы. Здесь работает экспедиция, которая изучает дно у берегов Севастопольской бухты. Ученые проводят брифинги для студентов и ищут среди ила сохранившиеся части линкора Новороссийск. Каждую находку аккуратно перемещают на сушу, после чего тут же погружают в воду, чтобы резко не менять среду пребывания деталей, которые провели в соленой воде не один десяток лет. В различные фрагменты электропровода, то есть все, что было не закреплено и все, что при перемещении линкора, когда его таскали по дну, при подъеме, при транспортировке в Казачью бухту, вот эти предметы оказались на грунте. Одна из первостепенных задач – рекогностировка морского дна. Простыми словами, это попытка детально изучить поверхность с целью определить, что и где находилось. И на этом поприще в экспедиции уже отмечают определенные успехи. Ими обнаружена двухметровая яма, своей формой напоминающая воронку от взрыва. И вот это все позволяет еще раз проанализировать историю корабля, историю его гибели, пополнить музейную экспозицию. Одной из задач является участие студентов в этой экспедиции, это обучающая программа. Студенты здесь не только из Севастополя. Севго активно сотрудничает с вузами материковой части России. А потому включиться в экспедицию смогли даже студенты Курского государственного университета. Причем ведутся не только поисковые, но и исследовательские работы. Мы имели цель найти некоторые виды растений. Нам это удалось. И вот эти вот ощущения, когда ты достигаешь поставленной цели, просто переполняют. И восхищение просто вьет через край своими достижениями. Вот долгожданный момент. Вместе с студентами и учеными мы готовимся к выходу на лодке в Севастопольскую бухту. Для того, чтобы попасть к месту трагедии коронавороссийской, приступить к изучению морских глубин. На месте мы оказываемся спустя 10 минут. Найти точку удается цифровой точностью. Для этого нет необходимости в каких-либо буях. Достаточно обычного GPS-навигатора. В этом районе и была обнаружена основная масса находок. Уже найденные и поднятые со дна экспонаты вскоре пополнят тематическую экспозицию Военно-исторического музея фортификационных сооружений на Михайловской батарее. Кирилл Попов, Екатерина Андреева, Денис Александрович, Севинформбюро.